Всем здравствуйте! Рада вас снова видеть на своем канале, рада видеть новых подписчиков на моем канале. Мне очень-очень приятно. Сегодня мы с вами сделаем расклад, который называется «Имеет ли ваш путь сердце?». Вопрос этот взят из книг Кастанеды, не знаю, читали вы или нет. В свое время про Кастанеды узнала давно, но книг его никогда не читала. Хотя видела, что многие люди восхищаются и считают такая достаточно интересная литература. Но на самом деле я очень рада, что прочитала его не так давно. Потому что именно сейчас я, получая подтверждение, либо в тот момент, когда читала, получала подтверждение как раз-таки тем знаниям, которые были написаны у Кастанеды про Дон Хуана. Хотя на самом деле так интересный такой момент был. Читая книги, у меня возникало такое ощущение, что нечто аналогичное я уже читала. Не в плане знаний, а в плане вообще истории, концепции. Когда ученик приходит к учителю, и учитель тоже шаман. Только там почему-то было, я не помню, как книги эти назывались, потому что я их читала в далекие 90-е. Там была главная героиня девушка. И она училась как раз-таки у шамана, у женщины-шамана. И вот вообще вся эта история очень-очень напоминает. Так вот, к чему такая подводка? К тому, что у Кастанеды есть вот как раз-таки такое выражение, когда Дон Хуан говорит о том, что воин выбирает как раз-таки путь, на котором есть сердце. И он часто задавал Дон Хуан вопрос Карлосу, имеет ли твой путь в сердце? Так ты поймешь, что это вот именно твой путь. И в дальнейшем он пояснял, что путь в сердце это тот, который дает покой и радость. То есть так человек понимает, идет ли он своим путем, то, что мы привыкли говорить. Вот давайте сегодня посмотрим, имеет ли ваш путь в сердце. Приносит, то есть приносит ли он вам радость и спокойствие. Имеет ли ваш путь в сердце. Красивая фраза. Так, позиция номер один. Единички, смотрим, имеет ли ваш путь в сердце. Как вы считаете, король кубков, который является олицетворением любви, является ответом на вопрос, имеет ли ваш путь в сердце. Да, имеет. Да, имеет. Король кубков одним словом говорит, да, имеет. Все, можно завершать расклад, да? Имеет. О чем здесь речь идет, да? О каком вашем пути? Той части вашего пути, которая связана с шестеркой педаклей, именно с взаимодействием с людьми. Да, когда вы действительно начинаете с ними общаться, когда вы начинаете проявлять свою активность, когда делитесь с людьми, обмениваетесь. То есть, возможно, какой-то информацией, может, берете какое-то шефство, спонсорство над другими людьми. То есть, смотрите, здесь не должно быть только исключительно медицинство в одну сторону, да, когда вы только отдаете. Здесь именно шестерка педаклей, она говорит про баланс, про гармонию именно в материальном мире. Потому что шестерке педаклей предшествует пятерка педаклей, кризис, когда человек понимает именно свою духовную нищету, на чем она основана. И получив этот урок и пинок по Марсу в дальнейшее движение, да, чтобы разрушить именно свою духовную нищету, он приходит к шестерке педаклей, к пониманию того, как устроен именно баланс принятия и отдачи. То есть, человек, который обогатил свой жизненный путь какими-то опытами, достаточно болезненными, но при этом сделал определенные выводы, он начинает делиться. У него появляется желание отдавать, но без перекосов, да, то есть отдавать столько, сколько нужно понимать. То есть, здесь умение понимания именно меры, да, то, что мы говорим про золотую середину. Мера. Надо во всем знать меру. Сколько ты отдаешь, кому ты отдаешь, да, то есть, с одной стороны, ты становишься более избирательной, с другой стороны, ты понимаешь, что нужно давать дозированно, не потому что ты жаден, да, то есть жадничество у нас было в четверке педаклей. В дальнейшем она привела к тому, что вот эта вот жадность должна быть разрушена. Если мы ее не разрушаем, мы проходим так или иначе через кризис пятерки педаклей. Но здесь речь идет о шестерке, то есть путь, путь, то, что я говорю неоднократно, что Таро это на самом деле интересная система нашего развития, эволюции. Вот. И я не люблю ее использовать для гадания. По крайней мере, я не считаю Таро гадательным инструментом. Но все нейтрально, и все зависит от того, в чьи руки попадает тот или иной инструмент. Так вот здесь шестерка педаклей, она говорит как раз таки о том, что ваш путь имеет сердце только в том случае, когда вы действительно начинаете проживать свою шестерку педаклей. То есть не весь ваш путь, не вся ваша жизнь, она такая радостная и наполненная покоем и приносит вам удовольствие. А покой и удовольствие приходят тогда, когда в вашей жизни есть активность, когда вы не ленитесь, когда вы выходите из своего отшельника, из своей какой-то аскезы, что очень свойственно единичкам, да, как-то вот уединяться, размышлять о чем-то, да, то есть быть, поскольку вы являетесь лидерами по природе, да, здесь очень сильными людьми, то вам в какой-то момент вы устаете от взаимодействия с другими людьми и отдаляетесь. Так вот, вот когда вы отдаляетесь, в этом пути нету вашего сердца, ваше сердце, когда вы взаимодействуете с людьми. Но опять же таки, можно быть внимательным и не уходить в перекос, когда в вашей жизни очень много движухи, это тоже не есть хорошо. И еще, когда в вашей жизни есть на вашем пути и есть сердце, тут жезлов, когда вы, в вас включается искра, искра желания жить. Вот видите, здесь такое ощущение, что вообще по энергии, по первой позиции здесь люди такие нерасторопные, медлительные, может быть, в некоторой степени ленивые. Ленивые, потому что, можно сказать, ментальное поле настолько перезагружено информацией, что если его не разгрузить, оно на вас давит. И вот вам в физическом плане это ощущается, как такая, знаете, нежелание двигаться, потому что оно тяжело. То есть поле такое перегруженное, ваш энергетический кокон, он перегружен от информации, от размышлений, то есть ментальный план, он какой-то вот у вас перегруженный. Поэтому вы не очень-то любите двигаться, причем движение не в плане только спорта и активности, а в плане взаимодействия. Хотя, опять же, бывают такие моменты, хочется сказать, по настроению, когда вы просыпаетесь, когда у вас действительно есть желание с кем-то поговорить, чем-то обменяться, опять-таки обмен идет информацией. То есть ваша активность, она больше идет на ментальном уровне, нежели на физическом. Так вот здесь речь идет о том, что Туз Жезлов говорит тогда, когда у вас появляется активность, когда у вас появляется вот эта вот искра, желание, амбиции реализовать то, что вы хотите. Опять же-таки Туз Жезлов это какой-то начальный такой этап, знаете, как некая такая идея, которая приходит в голову. И в вашей голове очень много идей, но очень мало действует, вы очень мало реализуете то, что вы хотите. Причем у вас на реализацию тех идей, которые приходят в вашу голову, есть все необходимые, все необходимые ресурсы. Но вам как-то лень, да, здесь ощущается такое. И причем вы способны на реализацию своих идей. Так вот здесь вы встаете на путь своего сердца радости, когда действительно вот эту вот искру, знаете, хочется сказать, как она называется, ламбада. Когда вы берете вот этот вот факел огненный, да, и несете по жизни, и за вами идут люди, когда вы идете, знаете, как-то впереди, когда вы передаете эти знания, когда вы являетесь каким-то наставником, да, когда освещаете путь другим людям. То есть здесь вам ни в коем случае нельзя уходить в отшельничество, здесь как будто бы противопоказано, то есть вы тогда не находитесь на своем пути, в вашем пути нету сердца. Сердце есть тогда, когда есть движение, и движение оно связано как раз таки с передачей, вот именно с идеей мифа Проместея, который уграл огонь у богов, да, у Зевса в данном случае. Ну у них там давний раз прибыли, Севс тоже отомстил Прометею, вот, ну сейчас не об этом, а в том, что контекст света, да, вот этот вот огонь, огонь это знание, это свет, это по сути жизни, в данном случае Туз Жезлов имеет вот эту смысловую нагрузку, да, когда даешь людям знания, и для того, чтобы огонь не потух, они должны его подпитывать, поддерживать, то есть заботиться. Вот здесь смысл вашего пути заключается как раз таки в том, что вы не только получаете эти знания, вы их поддерживаете, но вы их еще и передаете. То есть здесь не только для себя, для себя, вот это для себя, а по отшельнику, это тоже не совсем ваша, ваша задача передать. Передать. Я не имею в виду в контексте, когда я говорю про передачу, в контексте профессии, да, либо каких-то советов и рекомендаций, а именно жизненный путь, когда вы не отстраняетесь от людей, а наоборот с ними взаимодействуете, и в зависимости в беседе, да, с разными абсолютно людьми, когда вы им не закрываетесь, но опять же таки не открываетесь полностью. То есть ваш девиз должен быть «Мера во всем», да, вот прям возьмите его себе на заметку «Мера во всем». Когда вы находитесь в беседе, вы должны помнить, что вы говорите, кому вы говорите, сколько вы говорите, и когда надо помолчать, потому что вот именно огонь знаний, он не связан только с тем, когда мы говорим. То есть иногда надо просто в обществе человека помолчать, дать ему выговориться, да, то есть это тоже будет некая такая помощь, поддержка. С другой стороны, кого-то поддержать, причем поддержать не обязательно там финансово, либо близкого человека, вы можете поддержать кого-то незнакомого, да, человека, сказав ему добрые и приятные слова, улыбаясь. То есть здесь речь идет о том, что ваш путь, на котором есть сердце, он связан с взаимодействием с людьми, с активностью, да, вы постоянно должны находиться в активности. Активность, опять же таки, уточняю, да, всегда стараюсь уточнять понятие, чтобы было понятно. Непродвижуху в смысле туда сходил, сюда сходил, не в смысле суеты, а в контексте именно взаимодействия с другими людьми. Почему? Потому что вы являетесь таким очень мощным, сильным маятником. Как маятник мне показывают здесь, как метроном. Вот вспомнила, даже слово вспомнила, надо же. Метроном, который отчитывает ритм. Когда-то я выкладывала в Инстаграме ролик Нарбекова, который показывал очень интересную вещь. Когда ставим два метронома, да, которые в абсолютно разном направлении двигаются, они через очень долгое время сонастроятся и так или иначе будут двигаться в одном направлении. Ну, то есть ритмично. А вот когда появляется третий метроном, да, вот, то есть два метронома, они в разные стороны раскачивают свой вот этот вот маятник, да, и появляется третий, тогда происходит уникальное такое состояние, когда они, во-первых, быстрее все втроем сонастраиваются, а во-вторых, вот эта третья фигура, она является неким таким медератором, то есть активатором для этих двух первых метрономов. И этот пример показал, и там большее количество брали, и 40, и 100 метрономов, они все так или иначе через какое-то время сонастраиваются. И речь идет о том, что люди настолько взаимодействуют друг с другом, даже не осознавая, то есть влияние каждого друг на друга настолько активно, даже если оно не обозримо визуально, что человек не дает себе отчеты и даже не осознает, насколько сильно влияет друг на друга. Так вот, когда есть некая команда, да, и появляется более сильный вот этот вот метроном, то происходит такое взаимодействие, когда вот этот вот лидер, да, сильный метроном, он с одной стороны, он ведет за собой людей, а с другой стороны, его присутствие, оно начинает усиливать эту команду, да, то есть и становится такое очень сильно энергетическое поле появляется. То есть с одной стороны, команда усиливает энергию лидера, а с другой стороны, лидер структурирует, как бы, да, тоже влияет на команду. И вот это вот общее такое взаимодействие команды и лидера создает большое энергетическое поле, такое активное и очень мощное. И здесь речь идет как раз-таки об этом, что когда вы находитесь сами по себе, как лидер, да, но при этом вы входите в аскезу, либо в отшельничество, ваше энергетическое поле, оно маленькое, и в нем нету того сердца, о котором говорил Кастанеда, да, то есть вам не дает это радость. То есть покой, безусловно, может быть, и давать, потому что нету людей, хочется сказать, насвыливых, да, людей, которые с вами не в унисон, а с другой стороны, нету радости. Радость есть от взаимодействия. Покоя, возможно, нету, но, потому что это выбивает вас из привычного вашего образа жизни, да, но здесь, возможно, нужно научиться как раз-таки свою жизнь перестраивать именно под вот такой ритм, да, чтобы присутствовали люди, присутствовало взаимодействие. Это важно. То есть как бы вы ни говорили, что нет, мне хорошо одной, это важно. Люди, они важны не потому, что мы социальные существа, а именно в первой позиции. Возможно, в другой позиции это было бы не важно. Но ваш путь, мы говорим про ваш путь сердца. Он именно такой. И главное, еще раз скажу, в третий раз повторюсь, повторение мать учения. Вот тоже для себя недавно открыла такой момент, когда я терпеть не могла повторение, но пришла к тому, что все-таки в этом есть какой-то смысл, и я его наконец-таки осознала. Во всем должна быть мера, да, в активности должна быть ваша мера, да. Вот это как будто бы ваш урок. Не столь даже урок вот взаимодействия, о котором я говорила, да, про активность, сколько урок именно в познании меры. Вот это очень важно для вас. Когда вы не переходите границы, да, вы вроде бы и получаете радость, и в то же время сохраняете свой покой. Иначе, ну, меру называют балансом, ну, это такое слово уже заезжие, да. А вот мера, просто у меня в голове крутится, это греческая пословица, да, которая говорит «панметру на арестон». Ну, то есть во всем должно быть, должна быть мера, да, только тогда это вот прям, ну, ареста идеальная. Ну, то есть хорошо. Вот здесь об этом. Ну, давайте еще один аркан просто вытащу, что нам скажет. Да, ну, вот видите, семерка жезлов говорит о границах. То есть с одной стороны нужно выстраивать эти границы, да, а с другой стороны нужно еще их и уметь отстаивать. То есть границы, они нужны, безусловно. И это вот вас приводит к девятке Пендакли. Смотрите, какой интересный момент. Девятки – это тоже некая такая часть отшельничества. Все девятки интровертны. И вот то, что я говорила, да, то есть отшельничество, аскеза – это все равно часть вашей природы. Но на том этапе, на котором вы находитесь сейчас и слушаете этот расклад, вам нужно выходить из вашего отшельника уже. Но здесь как раз таки говорится, когда вы научитесь выстраивать границы, когда вы научитесь отстаивать свои позиции, свою точку зрения, и при этом быть в активности, взаимодействии с другими людьми, вы придете к девятке Пендакли. То есть вот это действительно ваш путь сердца. Здесь мы получили ответ на этот вопрос. Причем в девятке Пендакли вы свое отшельничество не утратите, которое вы очень любите. Вот это вот свою индивидуальность, свою уникальность. Вот ваша уникальность, вам ее нужно раскрывать. Вот то, что есть у вас, через вот эту вот вашу интровертность полученную, она очень ценная, и вот вам этим нужно делиться с людьми. То есть вот как будто вы хотите сказать, знаете, чем-то таким хорошим вам нужно делиться, а то, что вы считаете как-то менее позитивным, вот это нужно держать по себе. Вот как-то здесь об этом идет речь. Так, хорошо. Как видно, что таролог любит философию. Так, а позиция номер два, красный камешек. Мне хочется сказать, установите меня о чтении философии. Чем больше я читаю, тем больше упиваюсь. Она мне получает кайф, такое удовольствие. Знаете, почему еще читаю такие книжки и говорю, ой, блин, вот оно, вот оно, я поняла, как это устроено, как это здорово, как люди это не видят. Я такие возгласы очень часто говорю. Так, двоечки. Теперь ваша позиция. До этого было продолжение первое. Имеет ли ваш путь сердце? Девятка жезлов. Девятка жезлов. На данный момент нет. Но выпадает аркан смерти. Знаете, я хочу сказать частично, да, то есть Девятка жезлов, аркан смерти. Частично ваш путь имеет сердце. Но он как будто бы так, знаете, как это, как некий транслятор, да, то есть включился на долю секунды и выключился. Включился на долю секунды и выключился. То есть нет какого-то постоянства. Здесь, понимаете, если мы рассматриваем в контексте путь сердца, это тот путь, в котором есть радость и покой. Возможно, покой присутствует, радости нет. А радости нет, потому что здесь как-то это связано с прошлым, я не могу понять. Не могу нащупать, что здесь с этим прошлым связано. Вы как будто бы живете с оглядкой на прошлое. Здесь такое чувство, что такое прикольно, второй раз замечаю, что когда говорю о прошлом, выкладываю карты справа налево. Забавно. Обычно всегда слева направо. Я, по-моему, это говорила именно на вашей позиции в прошлом раскладе. Здесь такое ощущение, что когда-то в прошлом вы что-то отрезали, что-то где-то как-то закрылись. Вы как будто бы приложили какие-то усилия и что-то отрезали от своего пути. Это было как будто бы осознанное решение. Вы так приняли это решение, что так будет лучше. И из-за этого вот ваш путь на данный момент, он не несет сердце. В нем нету сердца, в нем нету радости. Вы прикладывали абсолютно все усилия для того, чтобы это отрезать. Что же вы тут отрезали? Двойка кубков. В контексте чего здесь идет любовь? Замечательно. В этой колоде три двойки кубков. Как я люблю вообще вот этот вот синхроним. Что вы отрезали? Двойка кубков. В контексте чего? В контексте двойки кубков. Ну вот как это можно интерпретировать, да? Что отрезали любовь? В контексте чего? В контексте любви. Забавно, забавно. В контексте любви. Шестерка кубков. Знаете, какие-то воспоминания, да? Здесь были отрезаны. Все, я поняла. Здесь нету радости, потому что вы отказались как-то, знаете, от своей памяти. Давайте так скажу. Опять же, забыть что-то невозможно, но заблокировать свою память на какое-то время возможно. Здесь какие-то воспоминания вы заблокировали. Я попробую докопаться, чтобы понять, с чем эти связаны воспоминания, но вы их заблокировали. И когда вы заблокировали, у вас исчезла радость из вашей жизни. Вот вы как будто бы отказались от какой-то части себя. Что здесь связано с воспоминанием? Какие воспоминания дьявола? Те, которые вот поэтому и нету радости, да? Потому что нету дьявола. То есть нету энергии, нету вот этой, знаете, жизни, жизни, когда вот прям, знаете, упиваешься, когда в кайф, когда наслаждение, когда вот эти вот бабочки, когда эмоции зашкаливают. То есть вот этого нету, какие-то воспоминания. Здесь вы как будто бы, знаете, превратились в королевую мечеть, такую рассудительную, рассудительную даму, которая, знаете, начала больше думать как-то. Ну, как сейчас, я по-другому попробую сказать. Вы перестали цвести и пахнуть. По причине того, что пошли путем, не то чтобы наименьшего сопротивления, наименьшего эмоциональной, какой-то наименьших эмоциональных качелей, наименьшей боли. То есть вот ваши эмоции, они как будто бы вам причиняли боль. Вот этот дьявол, вот это вот вашу жизнерадостность, активность. Знаете, вот как маленький ребенок в детстве, бывают такие, ну, очень гиперактивные дети, и родителям сложно справляться с такими детьми. В наше новое время начинают, значит, водить к врачам, и врач дает какие-то лекарства, препараты, но мы ребенок превращается в овощи, он такой медленный, больше спит. Вот здесь какая-то такая аналогия произошла, да, то есть вы отказались от какой-то своей природы, вы отказались от своей силы. Возможно, вы были там, ну, я не знаю, условно говоря, влюбчивым человеком, очень открытым, очень доверчивым, в какой-то момент обжигались-обжигались и поняли, что нет, это не есть хорошо. На самом деле, не состояние нехорошо, а ваше восприятие, ваш подход к этому был неверный. Ну, вы отрезали полностью, ну, так было проще, да, взяли и отрезали какое-то состояние, все. То есть я воспоминания по этому дьяволу убираю, да, то есть проще дать ребенку лекарство, чтобы он превратился в овощи, был контролируемый, нежели он, вот эта вот его активность, неконтролируемая, да, для взрослого человека, она ему неудобна. А то есть разобраться, с чем это связано, и куда это можно направить, позитивное как-то русло, да, чтобы ребенку было хорошо и вам. Вот, здесь люди не задумываются, потому что нету времени, не успевают и так далее. Вот здесь вот примерно такой формат, была какая-то активность, вы ее по дьяволу отрезали. Касательно чего? А вот знаете, а здесь очень интересно, выпадает верховная жрица. Эта активность была связана для кого-то, для какой-то категории людей, непосредственно связана с эзотерикой, с тайными какими-то знаниями, для кого-то, для какой-то категории людей. Эта активность, она была связана как-то с, не знаю, с внутренними, с вашими потребностями. Для кого-то, может быть, какие-то наклонности, магические что ли, какие-то способности, вы здесь от этого отказались. Опять же, от какого-то баланса, я не знаю, что здесь, что за баланс. Баланс между внутренним миром и внешним миром. То есть раньше, возможно, мы как-то прислушивались интуитивно к себе, а потом и получали какие-то ответы, но, возможно, это не совсем вписывалось в ту реальность, в которой вы живете, и вы как будто бы себе сами это отрезали. Какой-то навык, какое-то умение по отшельнику, умение находить ответы на вопросы, как-то интуитивно, в общем, что-то связанное здесь с интуицией. У вас был такой навык быть вовремя, всегда, везде. Здесь такое чувство, что как будто бы люди испугались. Вас. И вы, чтобы показаться, что вы нормальные, вы отказались от каких-то своих умений, что ли. Да, безусловно, вы стали сейчас нормальными, нормальными в контексте, похожими мы, как все, для того, чтобы подпитывать систему, в которой мы находимся, потому что только так присутствует порядок, и можно управлять, да, человеческим сознанием. Но, то есть вы добровольно отказывались со своей природы, для того, чтобы отдать свое внимание, вот именно в понятии, да, мы как все, хорошо, чтобы я не выделялась, и так далее. Вот тот момент, когда вы так пошли, вы ушли от своего пути. Но иногда у вас, это знаете, вот блокировка, она как будто бы спадает. Она спадает, и вы, какой-то период вы двигаетесь, и вы это ощущаете, а потом как будто бы, здесь как будто бы, знаете, такой мне пример показывать некрасивый, но, опять же таки, для понимания нету красивых и некрасивых примеров. Есть то, что понятно, и то, что непонятно. Здесь как будто бы приступ эпилепсии, да, вот когда наступил у человека приступ эпилепсии, вот для вас, это вот ваше естественное какая-то такая, природа, вот те, те навыки, да, луна, лабиринт, те навыки, те способности, которые у вас были, а потом как будто бы дали шизофренику, да, эпилептику лекарства, и он, вот эти вот кризисы, они стали меньше и меньше. Так вот, кризисы, это ваша природа, которую вы осознанно как-то отрезаете. Вот я ведь, опять же, не случайно привела пример про ребенка вот с этим активностью. Ну, в принципе, не я, какие примеры мне показывают, то я вам и говорю, то есть это не моя информация. Можно ли что-то сделать? Мне хочется спросить, можно ли здесь что-то сделать? Рыцарь Пендакли. Аркан Колесницы. Сделать прорыв. Вам нужно снова раскрыть по Аркану Мира, да, свое какое-то, ну, то есть понять, что вот это вот прошлое, да, это был какой-то этап в вашей жизни. Нельзя сказать, что это вот плохой или хороший. Это был опыт. По каким-то причинам он нужен был. И включить вашу осознанность по Аркану Мира, да, то есть соединиться с собой. Найти вот этот вот способ, не случайно две, два Аркана Двойки Кубка было. Найти вот этот вот баланс-гармонию с собой, да, вернуться к своему источнику и совершить прорыв. Да, вы можете открыть запросто. Двойка Мечей говорит о том, что вы можете прийти к примирению, вы можете найти решение. Вам смириться надо с собой, соединить вот эти две разрозненные части, которые у вас присутствуют, да, вот внешний мир и внутренний. Там я не знаю, что есть норма, а что есть ненормальная. Потому что вот вам кажется, что вы это ненормально. А мир это вот нормально, да, как-то так. Вот вам это примирить. Иерофан. Нужно выстроить какую-то новую концепцию. Увидеть вот эту вот истину. А в чем есть истина, спрашиваю. Вот она третья двойка кубков. Истина в балансе, в гармонии, в принятии себя. Принятие себя, знаете, как это, я смирился, то, что мы говорим, смирился в контексте не поражения, а с миром, да, то есть во мне есть мир. Я с миром принимаю вот эти вот какие-то свои способности и идут дальше. То есть они не делают меня ни лучше, ни хуже. Они делают вас уникальными, неповторимыми. Это уникальность и неповторимость надо поддерживать. Не в контексте разъединения других людей, да, что вот я, смотрите, какой я классный, я уникальный, а вы никто. Нет, здесь не в контексте эгоизма, а в контексте принятия своей уникальности. Потому что, когда вы смотрите на небо, вы видите эти миллиарды звезд, и при этом не я скажу, что вот эта вот звезда, да, она хуже, чем другая. Каждая горит, каждая своя функция. И вот в этом есть и разнообразие. Примите, примите свое свечение. Так, позиция номер три, троечки. Имеет ли ваш путь сердце? Как говорил Кастанеда. Дон Хуана, скорее всего, Кастанеда спрашивал. А я спрашиваю у вас, имеет ли ваш путь? Пятерка мечей. У вас есть такое понятие, что борьба. Борьба. Надо бороться, надо отстаивать, надо... Ваш путь – это бесконечная борьба, сражение. Сражение с кем-то, отстаивание чего-то, достижение. Вот если бы вы занимались какими-нибудь этими единоборствами, это было бы супер. Вы бы были победителем. Но в жизни мне не всегда это нужно. Пятерка мечей, она говорит о том, что вы теряете очень многих людей на своем пути по причине вот этой вот своей внутренней потребности побеждать, сражаться. здесь ощущение того, что вам равных нет в этих сражениях. Но если бы вот эту вот свою боинственность направили на стратегию какую-то, да, то это было бы намного продуктивнее. Но ваш путь имеет сердце. Я скажу сейчас, что это. Казалось бы, пятерка мечей негативный аркан. Но вот ваш путь, он имеет сердце. И, как я говорила ранее, не я, а Дон Хуан, это путь, который имеет покой и радость. Вот вам ваш путь сражения, он приносит как раз таки удовольствие. В чем здесь удовольствие? Опять же таки, отсылка к Астанеду, когда Дон Хуан говорил о том, что воин получает удовольствие не от победы, а от самого сражения. Вот только так он проявляется, да, то есть вопрос не в конечной точке, да, победы получить, одержать какую-то победу, а именно непосредственно проявить свои умения, навыки в сражении, в борьбе. И вот здесь вот ваш путь, он имеет сердце только тогда, когда вы за что-то сражаетесь, потому что у вас есть вот это вот качество, да, есть в негативе то, что я говорила, это присутствует, но здесь сейчас мне показывают позитивную сторону этой медали, да, отвага, храбрость, то есть вы получаете радость, удовольствие вот именно в тех моментах, когда вы можете проявить свою храбрость, когда вы можете проявить вот свою отвагу. Опять же таки, если это связано как-то с вашими профессиями, да, то это замечательно, это действительно вот ваш путь, ваше призвание. Либо здесь, знаете, сражение, опять-таки, если бы мы сказали в контексте мистики, да, то я не мистики, а оккультизм, я бы сказала, здесь идет сражение, знаете, с сущностями за, возможно, за какую-то душу, то есть сражаемся для того, чтобы ее не забрали. То есть, знаете, вот победа, сражение с чем-то, возможно, сражение, борьба, не знаю, с болезнями, за то, чтобы человек выздоровел, если вот вы, например, медик, там в реанимации работаете, да, или вы на скорой помощи, за жизнь другого человека. То есть, здесь есть сердце, но только тогда, когда это сражение идет не в разрушение, а именно в созидание за кого-то, за что-то. Здесь, возможно, сражение за какую-то идею, за какую-то, я не знаю, философию, для того, чтобы продвинуть какую-то идею. восьмерка кубков, движение вперед, к девятке кубков, да, вот смотрите, если ваш путь, да, здесь уточнение, скорее всего, если ваш путь идет в сторону получения удовольствия, наслаждения, если вы себя не разрушаете, если вы себя не критикуете, не оскорбляете, не обижаете, у вас нету чувства вины, у вас нету чувства подавленности, нету чувства того, что я не могу, я не способен, то есть вот эти вот, либо я зависим, я не могу, я в ограничениях, если у вас нет вот этих вот негативных моментов, не потому что для всех людей эти эмоции, они не совсем созидательны, а именно для вас, если в вашей борьбе за то, за что вы боретесь, что вы отстаиваете, что вы хотите получить, за что вы сражаете, если в этом нет вот этих вот негативных моментов, а есть девятка кубков, наслаждение, вы получаете от этого какие-то ресурсы, это вас наполняет, то есть придает действительно вам радость, тогда в этом ключе, в этом контексте мы можем сказать, что это ваш путь, сто процентов я сказать не могу, но вы услышали, в чем ваш путь императрица, ну вот как раз таки то, что я сказала, видите, императрица, она тоже достигает своих каких-то желаний, но достигает через удовольствие, через наслаждение по девятке кубков, да, то есть не то, что она требует, безусловно, она как танк может идти, шестерка жезлов на дне, она как танк, она как победитель, она получит любым способом, да, то есть не мытьем, так как катанем, она найдет необходимые связи, она найдет необходимые контакты, что кому сказать, где-то кому-то может быть помочь и получить взамен что-то другое, да, она получает всегда, императрица всегда получает, либо своими руками, либо чужими руками, то, что она хочет, и вот здесь пятерка мечей в этом контексте, да, то есть достижение любой ценой, но в пятерке мечей, это идет через негатив, да, то есть я готов отказаться от своих друзей, я ради какой-то концепции, да, либо я готов идти по головам, то у императрицы такого нет, у нее более мягче, примерно та же самая модель, но как-то вот более мудро, понимаете, как-то у меня такое ощущение, что вы просто еще не доросли, да, потому что императрица все-таки великий аркан, а пятерка мечей, это малый аркан, но сама идея, она очень созвучна с императрицей, единственное, что вы делаете от логики, а императрица делает от чувств, от состояния, эмоций, ее внутреннее состояние, это гармония с собой и с миром, да, то есть ее посыл, нести вот эту гармонию, нести эту грацию, красоту и показывать миру, именно поэтому ее основное состояние, это ее эмоции, чувства, переживания, да, а у императора наоборот, да, у него логика, то есть он сначала думает, потом чувствует, и как правило, иногда даже и отрезает эту чувственность, у императрицы же наоборот, у нее есть этот чувственный, она делает выбор на основе своих состояний, что ей хорошо, что нехорошо, что приятно, что неприятно, что ее будет наполнять, либо что ее будет опустошать, то есть она сначала поступает, а потом думает, в отличие от императора, так вот здесь вам как раз таки в пятерке мечей подсказка для того, чтобы вы вошли в эту императрицу, вам нужно больше чувственности, да, то есть слойки к у вас вроде бы все хорошо, но в вашем случае это не совсем тот формат, то есть да, этот случай может быть и даст вам покой, но радости вам не дает, потому что у вас нету вот этой вот эмоциональной составляющей девятки кубков, и императрица наслаждения от жизни, удовольствия, да, от того, что я получаю, пятерка мечей, она о чем говорит, я получил то, что я хотела, но той ценой, которую я получил, в конечном итоге я и сокрушаюсь о том, что, а стоила ли игра свеч, понимаете, то есть концовка негативная, да, я получил, но я несчастен, допустим, я получил золотую медаль, но какой ценой, там поломанный позвоночник, либо отказ от невозможности дальше продлевать свою спортивную карьеру, здесь же императрица, она может получить то, что она хочет, но при этом с минимальными какими-то затратами, да, то есть, окей, я готова подождать, да, окей, я могу где-то подстраховаться, она не идет на пролом, у нее идет вот это вот интуитивное ощущение заботы к себе в первую очередь, пятерка мечей не заботится, она идет на износ, вот понимаете, здесь какие разные подходы, энергия одна, да, то есть, и здесь целенаправленность, и императрица целенаправленность, да, то есть, получение, достижение своих собственных желаний, ну, способы другие, немножко, вот здесь про это вам говорят, поэтому я и сказала изначально, что вы вроде бы и на своем пути, да, на вашем пути есть сердце, но опять же, если это какие-то сражения, да, где нужно проявить вот эту вот храбрость, да, кого-то защитить, если это, например, там, профессия МЧС, как я уже сказала, да, скорая, то да, а если это не идет достаточно, ну, в разрушение, да, себя, то в этом нету вашего пути, и это даже без профессии, вообще ваш подход, ваше мировоззрение, отражение о жизни, вот, знаете, энергия правильная, энергия правильная, сейчас я скажу, энергия правильная, но, вот как будто бы сгусток этой энергии, как ее, насыщенность, концентрация, неверная, надо разбавить, слишком, 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 концентрация большая, чем ее разбавить, вот эту вот энергию, ну, здесь эмоциями необходимо, но в любом случае, чем нужно, восьмеркой мечей выйти, выйти из этих ограничений, то есть, знаете, как-то вот расслабиться, разрешить себе, чуточку больше, здесь такое чувство, знаете, вот как кровь бывает, кровь, которая сворачивается очень быстро, и она густая, и, как правило, чтобы не было закупорки, кровь немножечко разжижают, ну, так говорится, по крайней мере, да, я не, не знакома с анатомией, но вот, медики так говорят, да, и раньше давали аспирин, а сейчас считают его вредом, но не суть, да, чтобы кровь не сворачивалась так быстро, да, то есть, чтобы она не была настолько концентрирована, вот ваш, ваша кровь, ваш путь, ваше сердце, оно как раз-таки вот, вот такое очень быстро, быстро сворачиваемое, его нужно разбавить, и разбавить здесь как раз-таки чем нужно? Тем, что нету рамок, что, вы знаете, как-то расслабься, убери вот эти вот все ограничения, как надо, жесткость, то есть здесь мягкости не хватает, рыцаря кубков не хватает, не хватает мягкости, не хватает какого-то, знаете, вот этого вот флерта, любви, вдохновения, получения наслаждения, возможно, кому-то сейчас кажется, это боже, это слишком, там, не знаю, десятка кубков на дне, девятка, десятка кубков на дне, да, что это слишком как-то вот по-женски, особенно если мужчина, блин, ну как я буду себя вести? Нет, здесь не про это, а умение показать свою уязвимость, умение показать свою какую-то человечность, доброту, умение показать состояние своей души, что вот я открыт, а рыцарь кубков, это вообще на самом деле, если попадает на человека, это такое уникальное качество, когда ты, в принципе, не вступаешь в сексуальные отношения с партнером, но у вас идут такие задушевные посиделки, что человек открывает вам душу, начинает рассказывать о чем-то таком своем сокровенном, которое он никогда бы никому не сказал, это умение расположить человека в вашу сторону, да, и без того, чтобы что-то задавать ему какие-то вопросы, раскрыть его таким образом, что он сам удивляется, что оказывается я такой, как я незнакомому, например, человеку смог это рассказать, либо даже знакомому, как я открылся, как я доверен, здесь высокий уровень доверенности, доверчивости, а именно вот эта вот душевность, вот эта вот близость, вам вот этого не хватает, понимаете, здесь вот, здесь слишком все просчитано, высчитано, да, я не случайно сказала про стратегию, здесь какая-то простроенная стратегия, поэтому на вашем пути, если вы уберете восьмерку шезлов и добавите рыцаря кубков, вот эта вот душевность, мягкость, то вы получите как раз-таки радость, да, вот девятку кубков, там десятка кубков была, наполненность, вы сможете откорректировать свой путь, и тогда можно будет сто процентов сказать, что ваш путь имеет сердце. Вот такой у меня был сегодня расклад, да, это была третья позиция, расклад для всех, я благодарю вас за внимание, жду вас в пятницу на новом раскладе, на новом анонсе на Блиц-консультации, под этим роликом есть все необходимые ссылки, как на раздел сообщества, где я пишу анонсы, либо статьи, на раздел плейлистов, куда вы заходите, смотрите абсолютно разные плейлисты, тоже такая мысль у меня сейчас появилась, что надо побольше роликов таких писать, не в контексте Таро, а беседки, да, когда действительно давать ответы на какие-то вопросы, вот я подумаю, если у вас все-таки есть идеи, да, какие беседки вы хотели бы видеть, короткие там, ну не по времени, а по сути, да, вопросы какие-то, пишите в комментариях, я обязательно запишу, вот, и также есть ссылка на мой, второй канал, с короткими роликами психологического такого формата, тоже подписывайтесь, заходите, смотрите, лайкайте, комментируйте, да, мне тоже будет приятно, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!